Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Мы продолжаем прямо сейчас, как и обещали, переносимся к границе Китая в Благовещенск, где развернулся масштабный международный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Что представили киноделы России и Поднебесной? Какие совместные проекты создали? Приветствуем автора и ведущего программы «Окно в кино» Андрея Смирнова. Доброе утро. Коллеги, доброе утро. Ну или же здравствуйте здесь, с берегов Амура. Мы вновь приветствуем вас в фестивале «Амурская осень». Ну или, как говорят, на другом правом берегу этой величественной реки Нихао. Я вот недаром вспомнил это знаменитое китайское приветствие, потому что в этом году фестиваль кино и театра «Амурская осень» приобрел статус международного. Поэтому сюда, в Благовещенск, съехались самые разные делегации из разных стран мира, в том числе и очень внушительная киноделегация из Поднебесной. Но вот благодаря такому большому и масштабному китайскому присутствию в этом году на «Амурской осень» очень много китайских фильмов и, в принципе, китайских спецсобытий в программе. А на церемонии открытия фестиваля почетной награды «Амурской осени» в виде знаменитого золотого амурского журавля был удостоен давний друг смотра – китайский галерист и кинопродюсер Лю Мин Сю. Благодаря стараниям президента фестиваля российского кинопродюсера Сергея Новожилова и усилиям Лю Мин Сю российско-китайское культурное взаимодействие в рамках «Амурской осени» развивается семимильными шагами, включая и ко-продукцию в плане кино. В этом году зрители увидят новую короткометражку «Однажды в Китае» с российским актером Максимом Колосовым в главной роли. Ленту снимали в прошлом году на острове Хайнань. Окей, давай так. Если я проиграю, я забираю шмотки и сваливаю с острова. Я оставляю все на покое. Навсегда. В рамках «Амурской осени» проходит открытие сразу нескольких китайских выставок. Вот этот год также не стал исключением, поэтому участники фестиваля, а также многочисленные зрители и жители столицы Преамурья могут теперь насладиться новой китайской выставкой, посвященной уникальной технике живописи – гохуа, или же народной китайской живописи – тушью на рисовой бумаге. Открытие выставки художника Северного Китая Ли Джэндуна прошло в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева Амурского. Ли Джэндун – известный художник, давно работающий в направлении пейзажной живописи «Лед и снег». Причем автор в своей работе удачно сочетает специальные новые техники с традиционными китайскими техниками живописи, основанными на так называемой непрерывной технике. Северный Китай – моя родина, я вырос в этих краях, поэтому для меня снег и лед – это привычное состояние природы, которое окружает меня всю жизнь. Поэтому я опишу свои картины в подобной технике и посвящаю своей работе замерзшему состоянию среды. Ли Джэндун создал метод отбеливания, чтобы выразить иний, метод белого обертывания, чтобы выразить покрытие льдом камней и метод исчезновения следов. Ну а я позволю себе продолжить тему международной наполненности фестиваля «Амурская осень», тем более, что в этом году в конкурсе полного метра и короткого метра очень много фильмов из-за границы. Например, турецкая картина «Последний ужин», чья премьера, российская премьера, состоялась накануне в рамках конкурсных показов. Биографическая драма о важнейшем историческом событии начала XX века, в центре которого находится известная личность, крупный политический деятель и первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль-Ататюрк. Он стоял у истоков страны, которая покончила с 600-летней монархической историей времен Османской империи и стала республикой, чьи устои и основы полагаются на суверенитет и демократию. События в картине «Последний ужин» разворачиваются в столовой и на кухне особняка Чанкая 28 октября 1923 года, накануне великого события про возглашение Турецкой республики. Будь то турецкая история средних веков или периода XX века, или наши дни, всегда зрители любят смотреть про любовь, про отношения, про красивую жизнь или, наоборот, социальные трудности, то есть про героев, которым можно сострадать или испытывать отрицательные эмоции. Но я надеюсь, что исторический жанр будет интересен и в формате полного метра. Кстати, когда мы беседовали и снимали это интервью с турецким кинопродюсером Нильхан Айдын, она призналась мне то, что в Турции до сих пор в таком приятном недоумении о том, что в России безумно популярны современные турецкие телесериалы. Вот тот самый формат и жанр мыльные оперы. Никто даже не мог подумать, что, казалось бы, обычный локальный такой телеконтент, который может быть интересен исключительно турецкой телевизионной аудитории, будет столь популярен здесь у нас в России. Но уж турецкие актеры, например, Бурак Асчевит, ну, самые настоящие, наверное, уже секс-символы не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Кстати, Бурак Асчевит вовсю постоянно приезжает к нам сюда, в Россию. И вот сейчас, например, снимается в 11-м фильме из популярной новогодней франшизы под названием «Елки». О том, что еще интересного показывают в конкурсе полного и короткого метра, также что происходит на театральной секции. В театральной секции фестиваля «Амурская осень» я уже расскажу в наших следующих дневниках отсюда, с берегов Амура из Благовещенска. На сегодня пока все. Коллеги, вам большой привет из Благовещенска и вам слово. Андрей, привет, принимайте, спасибо большое. Продолжение следует...